Филипп, а почему на Новый год наряжают ёлку? Она потом засыхает, осыпается. Люди целый год собирают спал эти мерзкие, противные, сухие иголки. Наши предки язычники поклонялись дубам. Давай и мы поклонимся. Дуб удобно украшать. Игрушек не надо. Можно жёлуди раскрасить. А вместо пыльного Деда Мороза под дубом можно поставить красивую свинью. Это логично. Наши предки язычники. Да притормози ты свой язычник, а! На Новый год всегда украшают ёлку. Это вековая традиция. Так дуб тоже вековой, деточка. А в новогодней песенке поётся. В лесу родилась ёлочка. А что мешает петь «В лесу родилась дубушка»? А родители на Новый год водят своих детей на ёлку. Значит, поведут на дуб. Да и артисты не будут выступать на дубу. Почему это не будут выступать на дубу? На ёлке же выступают. Вообще артисты где угодно выступают. Красиво звучит. Детский дуб во дворце спорта. «Пригласительный на дуб фу». Отвратительно звучит. Ёлка намного красивее. Вот даже в газете статья под красивым названием «В Кремле принимала детей главная ёлка страны». Значит, будет другая статья под названием «В Кремле принял детей главный дуб страны». Ты прав. Это уже совсем другая статья. О защите чести и достоинства. Ёлки. В Новый год я получил огромное количество поздравительных открыток и писем. И все друзья желают мне счастья. Представляешь, сколько у меня теперь будет счастья? Лишнее счастье не помешает. Радуйся. Только что пришло еще одно письмо. И пишет тебе, ну, ты сам понимаешь, кто? Варвара Красавина из деревни Савин. Не будет у меня счастья. Слушай, я же Дед Мороз. Сейчас превращу это письмо, знаешь, во что. В звук. На, читай. Здравствуйте, снежинка моя пушистая, Филипп Борисович. Поздравляю вас с Новым годом. Верю, что в Новом году не покинет вас старое счастье в моем лице. У нас в деревне Савина в разгаре новогодние игрища и забавища. Мужики по традиции срубили елку и срубились под ней в дрова. А я долго думала, чего бы вам такого подарить на Новый год, чтобы недорого. И память была. И вчера слепила вам снежную бабу по своему образу и подобию. Укатала три снежных шара, один на землю поставила, а еще два побольше. Прилепила к нему спереди. И морковку воткнула туда, где вам больше нравится нос. Жаль, что вы не увидите. Она растаяла. Поэтому посылаю вам свою фотографию с ведром на голове. Это очень похоже. В заключении хочу вам сказать теплые слова. Тулуп, ушанка и молохай на меху. Крепко держу вас за ушки. И ласково дую в ноздрю. Варя. Филипп. Ну а ты сегодня выступишь с новогодним обращением к своим фанатам. Ты обязательно должен что-нибудь им сказать. Зачем мне говорить? Я лучше спою. Отличная идея. Надеюсь, это будет премьера нового хита. Конечно. Тоже на Новый год поет старая песня. Я сейчас исполню свой новый хит. В этой песне говорится о том... Да ты пой. Песня непростая, философская песня. Поэтому сначала надо кое-что объяснить. В этой песне рассказывается, как простая, корявая, как некоторая провинциалка оторвалась от своих корней и прорубилась из глуши к свету. Увидела, как прекрасна жизнь и расцвела. И начала дарить людям радость. Но корни ее остались в глуши, к сожалению. И без этих корней она очень быстро... Я всегда плачу. Ой, ну не надо. Слушай, Корней, давай уже... Ладно. Или уже плачь, или... Все, определись уже, в конце концов. Пора уже. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая... Тоска! Трусишка, зайка серенький. Ну не может он без зайки. Дорогие рокеры, к вам обращается Филипп Киркоров. Нет, это слишком официально. А может так? Рокеры, братья. Филипп, ты не заболел? Нет, деточка, я выздоровел. Ну сколько можно враждовать? Я изменился. Теперь я люблю рокеров. Я даже приготовил новогоднее воззвание Филиппа Киркорова к рокерам. Рокеры, братья. И особенно рокеры, сестры. Давайте забудем распри. Филипп Киркоров протягивает вам руку дружбы. Давайте хотя бы под Новый год заключим перемирие. Сядем за один праздничный стол. Воздвинем и содвинем бокалы. Поднимем их разом. И скажем друг другу. С Новым годом! С новым счастьем! А теперь я хочу пожелать всем рокерам свои новогодние пожелания. Ну допустим. Хорошо. Не учи! Я хочу пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в труде, большого личного счастья. Я очень надеюсь, что под Новый год каждому рокеру приедет на Харле и Дед Мороз долгождан сверху с черепом бандан. Снизу боты ручной работы, борода из ваты, на штанах заплаты, в красной косухе, с серьгой в ухе, с песней во рту, на лбу тату, с железным ремешком, с кожаным мешком, прикид ништяк, а в мешке голяк. Мне вдруг показалось, что ты не любишь рокеров. Ну неправда. Я их обожаю. Филипп, у тебя много елок в этом году? Да что, спятят что ли? Филипп Киркоров на елках не выступает. И очень даже напрасно. Что тут стыдного? Под бородой лица не видно, никто тебя не узнает, струбишь по-быстрому капусты. Елки артиста целый год кормят. Целый год. А я не ем елки. Вообще, ты видел на елке хоть одну звезду? Регулярно. На каждой елке сверху торчит звезда. Так что не надо отникиваться. Детишки просто обалдеют, когда к ним на елку приедет сам Клипп Киркоров. Божество. Давай репетировать. Ты можешь сейчас кликнуть. Елочка, зажгись. Не могу. Понял. С первого раза такой текст тебе не запомнить. В твоих песнях более простые слова. Ладно. Это не главное. Главное на елке. Веселить детишек. А я не умею водить детей за хоровод. И совать им липких шоколадных зайчиков. Ты вредный. Не нужный зайчиков. Надеюсь, Филипп Киркоров способен подарить детям что-нибудь более ценное. Давай репетировать. Все. Давай репетировать. Я буду все дети одновременно. Дедушка Мороз, а что ты принес нам подарок? А ну-ка открой свой мешок. Не открою. Нет у меня в мешке детских подарков. Правильно. Кстати, правильно. Не открывай сразу. Должна быть интрига. Пусть детки сами угадают, что за кота в мешке принес им на елку дед Киркоров. Ну, деточка, раз ты сам угадал, тогда держи. Вышей сам. Купишь. Понял?